Как разобраться с несанкционированными свалками в Саратове? Один из ключевых вопросов, который был поднят на очередном заседании Постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам Городской думы. Горы бытового мусора, то и дело, появляются в разных частях областного центра. Особо остро стоит вопрос в частном секторе. Какие меры будут предприниматься, чтобы эта проблема исчезла? Подробности далее. Вопрос компании, которая на территории области будет отвечать за сбор, транспортирование, утилизацию и другие этапы работы с коммунальными отходами, пока остается открытым. По словам председателя комитета по ЖКХ Городской администрации Виталия Карпова, сейчас готовится документация, после чего объявят конкурс. До 1 мая 2018 года область должна определиться с региональным оператором. Сейчас в Саратове специализированной деятельностью, связанной с бытовым мусором, занимается 11 организаций. По оценкам чиновников, они делают все возможное для обслуживания жилых микрорайонов. Но в частном секторе по-прежнему нет порядка. Граждане неохотно заключают договоры со специализированными фирмами. То и дело, возникают несанкционированные свалки. Депутаты поинтересовались, что делают муниципальные управленцы для изменения этой тенденции. Работа такая по поручению главы ведется районными администрациями. Они проводят рейды, выявляют в том числе несанкционированные свалки. Эти свалки ликвидируются, привлекаются общественники, проживающие на этих территориях. Проходит работа по разъяснению населения необходимости заключения договоров на вывоз мусора. То есть такая работа ведется. Другой вопрос, вызвавший активный отклик народных избранников в положении дел в банно-прачечном хозяйстве. Одноименный МУП уже несколько лет пытается выжить. Меняются его руководители. Существует многомиллионная задолженность. Тем не менее, со слов нынешнего директора муниципального предприятия Алексея Чистякова, есть положительные сдвиги. Почти по всем показателям рост налицо. И даже долг удалось сократить почти вдвое. Однако проблем все же больше. А чтобы их решить, требуется финансовая помощь из городского бюджета. Парламентарии в целом одобряют аргументированные предложения главы МУПа. Но отмечают, что выводы по выделению средств лучше сделать по итогам года. Просто вы нам сейчас активно рассказываете, как все здорово, как вы все оптимизируете, как выручка у вас растет по всем направлениям. И тем не менее, убытки за прошлый год. В числе прочего депутаты отметили успешную работу городской аварийно-спасательной службы. И наметили планы работы постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам. На второе полугодие.